Итак, доброе утро. Всем доброе утро. Чуть-чуть позже я вышел в фейсбук. Он очень волнуется, что вдруг кто-то что-то не то сделает в мире. И получилось, что из-за того, что я в Израиле, он почему-то не узнал, что я это я. Требует какие-то завершения, завершения каких-то регистраций. В общем, чуть не опоздал. Чуть-чуть даже опоздал. Все, всем доброе утро. Доброе утро. Мы продолжаем. Шалом из Питера. Василий Отшанский. Мы продолжаем вместе изучать Тору по утрам, духовно развиваться, расти, постигать божественную мудрость. Как мы уже знаем, что Тора – это как замысел Бога, если можно так сказать. То есть это информационное начало мироздания. И изучая Тору, через Тору соединяешься с Богом. Понимаешь, как нужно себя вести, что в жизни главное. Расставляешь приоритеты и понимаешь, какие духовные законы действуют и что надо делать. Так. Хорошо, пока все собираются, мы как раз и открываем книгу. Мы изучаем, видите, это Мишли. Мишли – притча царя Соломона. Вот так выглядит текст. Это зеркальное, правда, изображение. И открылась как раз у нас сейчас одиннадцатая глава. И мы дошли до пятнадцатого отрывка. Одиннадцатая глава, пятнадцатый отрывок. И мы закончились на четырнадцатом отрывке, что если нет хитромудрых решений, то народ падает. То есть в ситуации сложной – война, эпидемия и так далее – нужны хитроумные решения. То есть нужны схемы, нужны протоколы, нужно понимание, как себя вести, что делать. Потому что, ну, реальная ситуация, когда выходит из привычных рамок, в этот момент, если ситуация изменилась, то и поведение должно измениться. Потому что то поведение, которое было, оно как раз и привело к этой ситуации. Это очень важно понять, что нельзя, вот, например, человек, когда он здоров, человек, когда здоров, он ведет себя соответствующим образом. Он ходит, гуляет, пьет, ест мороженое и так далее. Но если он заболел и будет продолжать делать то же самое, то эти же действия, которые в прошлом ему давали, давали в прошлом ему, как бы, удовольствие от жизни, силу и радость, если он будет продолжать делать то же самое, если он будет делать те же самые действия, то что? То они будут ему приносить огромный вред. То же самое сейчас, когда мир болен, грубо говоря, да, то есть есть эпидемия, эпидемия и какой-то кризис, который она запустила, качнула. Если делать те же самые действия, которые делал раньше, то, получается, эти же действия будут приносить вред. Понятно, да? Я пока еще не в теме, только раскачиваемся. Только я как раз жду, когда все соберутся. И я просто напоминаю, я всегда начинаю с последнего отрывка из предыдущего урока, чтобы сделать вот этот мостик. Мы закончили вчера на «Если нет хитромудрых решений, тогда упадет народ». И в данной ситуации нужны хитроумные, хитромудрые решения для того, чтобы мир выдержал. В Эйчоа спасение бровец. Когда будет много советников, люди будут советоваться, то тогда найдется какое-то решение. Именно мудрые, должны быть мудрые советники. Сегодня сигнал не пришел, потому что я провожу не со своего телефона. У меня почему-то мой телефон не дает мне войти на страницу. Он требует моего подтверждения. Я сейчас этим займусь после урока и докажу Фейсбуку, что я это я. Просто я большую часть времени был раньше в Киеве, а сейчас я в Израиле. И Фейсбук, очевидно, удивился, почему это он в Израиле. Почему? Там же автомат работает. В общем, я Фейсбуку объясню, почему я в Израиле. И он меня опять одобрит, скажем так. Хорошо. Теперь дальше. Сегодня у нас 16-й отрывок. Сегодня 16-й отрывок, и он звучит так. Ра-йеро-а-ти-арав-зар. Усне-то-тим-ботех. Значит, ра-йеро-а-ти-арав-зар. Переводится это так. Зло произойдет, если ты будешь гарантом за чужого. Зло произойдет, если ты будешь гарантом за чужого. Усне-то-тим. И тот, кто ненавидит-то-тим, это быть, ну знаете как, по рукам, по рукам. Тот, кто ненавидит вот эти вот заключения таких договоров по рукам, да, он будет уверен. Значит, мудрецы объясняют, что этот отрывок относится к материальной финансовой деятельности людей. И, значит, открывает нам некие законы, которые в этом скрыты. Значит, люди, большинство людей, можно сказать, все люди практически в мире, кроме там единиц и единиц, которые можно назвать их исключениями. Все люди в мире стремятся к деньгам, к тому, чтобы зарабатывать. И, когда человек стремится к деньгам, то он хочет получить от мира некие финансы для того, чтобы от мира, от людей, в общем, хочет получить некие деньги для того, чтобы потом эти деньги обменивать на еду, на жилье, на одежду, на предметы быта, удовольствия и так далее. То есть, эта потребность, она вложена в любого нормального человека. Это потребность. Теперь, когда люди хотят зарабатывать деньги, хотят получать деньги, у них есть разрешенные способы. Это способы, когда ты приносишь людям какую-то пользу, и взамен этой пользы они тебе платят деньги. Это такой разрешенный, честный способ заработка. Ты приносишь пользу, получаешь за эту пользу деньги. Есть способ запрещенный, когда ты у людей забираешь эти деньги или обещаешь, и их обманываешь, говоришь, я тебе пользу дам, дам мне деньги, а пользу не даешь. То есть, это грабеж и кража, когда ты у людей забираешь их деньги или их имущество, ничего им не давая взамен. Теперь, в этом отрывке говорится о разрешенных способах. И часто, когда человек хочет получить у кого-то что-то, он говорит ему, смотри, ты мне вначале дай, а потом я тебе заплачу. То есть, это очень обычная схема в мире, и она построена на честности и на доверии. То есть, люди с детства нас воспитывают так, что мы должны держать свое слово, зарабатывать свою репутацию. Тогда ты сможешь вначале взять, а потом вернуть деньги. Если же ты будешь обманывать, у тебя не будет репутации, тебе верить не будут. И большинство людей в мире ведут себя честно, потому что они понимают, особенно в современном мире, как легко потерять вот эту репутацию и войти в категорию нечестных людей. Тогда с тобой никто не захочет иметь дело. Теперь, когда человек занимает у другого человека деньги или берет у него имущество и говорит, я тебе потом отдам, то тот, кто дает, он может начать сомневаться. Он говорит, слушай, но я сомневаюсь, или ты мне отдашь, или нет. Вот, например, человек заходит в банк и говорит, займите мне деньги, я хочу сейчас у вас взять деньги и купить на эти деньги себе квартиру, ипотека. Теперь банк говорит, оставь залог, сама квартира является залогом, что ты деньги вернешь. Квартира принадлежит банку, ты пока не вернешь деньги, в ней живешь. Но иногда банк просит, чтобы был у человека еще АРФ, то есть АРФ это гарант. И говорит банк, слушай, смотри, нам, а вдруг квартира подешевеет, мало ли что, мы не хотим вообще продавать квартиры. Приведи, пожалуйста, человека, который будет твоим гарантом, который пообещает, что если ты не отдашь деньги, он за тебя вернет эти деньги. Это называется гарант. Теперь говорит царь Соломон нам, говорит, слушай, это зло для тебя, то есть помогать ты должен, но если ты становишься гарантом для чужого человека, для другого, это для тебя зло, предупреждает царь Соломон. Ты не знаешь, как развернется жизнь. В данный момент ты гарантируешь, то есть ты ему не даешь фактических денег, потому что если бы ты ему давал фактические деньги, ты бы подумал, можешь ты на эту сумму рассчитывать или не можешь. Но если ты становишься для него поручителем, что он отдаст деньги кому-то другому, то в этот момент ты вроде бы не даешь никаких своих живых денег, и тебе легко сказать, да ладно, конечно, конечно, буду для тебя гарантом, что мне сложно что ли. Потому что ты, кроме своего слова, ничего не даешь. В этот момент, говорит царь Соломон, что если ты поручился за чужого, в этот момент, то уже у тебя начался, то есть ты стал в опасную территорию, то есть ты стал в территорию зла. И сне то тим ботэ, тот, кто ненавидит за другого поручаться, он будет жить более безопасно. Теперь это просто предупреждение и сообщение, как работает мир. Это не факт, что он не вернет деньги. Но я вспоминаю, я учился у Рависка Казильбера, Зехар Цадик Левраха, и он что? Он рассказывал, одну историю он рассказывал, а вторую я слышал про него историю. Значит, то, что он рассказывал историю, история была такая. Он в Талмуде разбирается вопрос, можно ли жить за счет других, за счет подарков других. То есть, и есть такое в Мишле, в притчах царя Соломона, мы дальше будем учить, есть такая одна идея, что сане матанод ихье. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Царь Соломон нам дает такой совет, такая идея, что если ты даже подарки других людей ты ненавидишь и ты не хочешь даже подарки получать, то есть ты настолько независим от людей и от удовольствия материального мира, что ты будешь жить. То есть, ты тогда человек абсолютно независимый и тебя ничто не заставит пойти против правды, честности и так далее. То есть, и есть такое в Талмуде тоже разбирается это. Написано, ненавидящий подарки будет жить. То есть, это дает ему большую духовность и большую привязанность к духовным вещам. Талмуд говорит, но это не обязательно, потому что были пророки и были мудрецы, которые добрали помощь от других людей и были, которые не брали никогда, как Мошера Бену Моисей, например, он ничего не брал от других людей. Шмуэль Анави, пророк Шмуэль, ничего не брал от других людей. А были пророки Лиши, например, которые добрал помощь от других людей. Ему одна женщина, одна семья сделала комнатку и он когда проходил мимо, он у них останавливался. останавливался, а потом у женщины, когда сын умер, то он его оживил, да, то есть были пророки, которые да, брали, были пророки, которые не брали, Талмуд говорит, и так, и так можно поступать, и Раф Зильбер рассказывал, что когда он приехал в Израиль, у него было на тот момент, да, раз, два, четыре, четверо детей, у них было четверо детей, они были в 70-е годы иммигранты, он работал учителем в школе, учителем математики, и надо было детей женить, нужны были деньги, и он очень много занял денег, он говорит, я всю жизнь старался ни у кого ничего не занимать, и говорит, даже был момент, когда, о котором я очень всю жизнь потом сомневался, или правильно я поступил, или нет, когда они жили в Казани, в 50-е годы, его отец начал болеть, было очень холодно, было прям, они сидели вот так вот зимой, в минусовой температуре, в шубах, и, ну, в пальто укрытой, и учили Тору, и отец его заболел. И Робыцкая говорит, что было два врача, один был дорогой, ему надо было много платить, второй был подешевле, один дальше, другой ближе, и он говорит, у нас не было денег, и я пошел к врачу, не пошел занимать деньги, чтобы отвезти отца к врачу, который был более, там, дорогой, а пошел туда, где, ну, где дешевле, или ближе, то есть, не было денег, и я не пошел занимать, и он говорит, вот я всю жизнь думаю, может, надо было пойти занимать деньги, и этот момент, он сомневался, и второй он рассказывал момент, когда его посадили в тюрьму в 50-м году, у него был долг перед тем-то, перед двумя людьми у него был долг по 5 рублей, а ему же надо было 5 рублей заплатить за электричество, и он говорит, я стоял полчаса возле дома, и думал, что мне делать с деньгами, или мы будем сидеть в темноте, жена сказала заплатить за электричество, денег у них не было, они были очень бедные, или кому из этих двух людей, кому я должен отдать деньги, 5 рублей, одному 5 другому, у одного занял раньше, у другого занял позже, но тот, у которого занял позже, ему нужнее, у него положение хуже, и вот он говорит, я полчаса стоял, и не знал, кому отдать, потом поехал одному отдавать, потом вышел, поехал к другому, и поехал к другому отдавать, приехал, а там была милиция, и того человека, кому он отдавал деньги, его арестовали, и он приехал ему отдавать деньги, его тоже арестовали, приехали к нему домой, а дома у него какой-то богатый очень человек, зная его честность, хранил огромную сумму денег, дома при этом у него лежала огромная сумма не денег, облигаций, и в общем его посадили в тюрьму на 3 года. То есть, давайте вернемся сейчас к этому отрывку, еще раз я ушел, то есть деньги это очень непонятный такой аспект, как правильно в них поступать, значит или ненавидеть подарки, или же можно брать подарки, или поручаться за другого, или не поручаться. И вот когда они приехали в Израиль, им надо было женить детей, Равыцкак, он занял деньги, он говорит, был один Роша Шана, когда я решил перед Роша Шана в этот момент, я решил свою натуру, он все время работал над собой. И он говорит, я подумал, а вдруг я не занимаю деньги из-за высокомерия, из-за гордости, из-за того, что я считаю, что типа это унизительно для меня занимать деньги, может быть это, вот в этом есть мой недостаток, что я слишком гордый. И он говорит, я для того, чтобы провести над собой работу, над своими качествами, я занял деньги больше, чем у 30 человек, и значит занял деньги в долг, чтобы купить квартиры детям, купил квартиры детям, дети вышли замуж, женились его дочке там и так далее. И он говорит, он очень всегда шутил, он был самый веселый человек, которого я знал. И он говорит, я в этот момент, Роша Шана, это день суда, когда судят на будущий год, что будет человеком. И он говорит, я так себя в этот Роша Шана уверенно чувствовал, прям у меня была очень большая радость, что я должен 30 людям деньги. Потому что я думал, Бог же не подведет этих 30 прекрасных людей, чтобы они потеряли деньги из-за меня, да? И он думал, как они сейчас тоже молятся за мое здоровье, чтобы у меня в этом году все было хорошо, чтобы у меня с работой было хорошо, чтобы я мог вернуть им деньги. И то есть он в этом тоже нашел очень позитивный момент, что он должен на Роша Шана больше чем 30 людям должен деньги. И он действительно всем отдал потом деньги, все было хорошо. Но вторая история, которую я знаю про него, что когда-то кто-то пришел и попросил его быть гарантом, чтобы купить квартиру. И он был гарантом за этого человека, человек не отдал деньги, уехал из страны. И Равдюбер потом много лет выплачивал деньги за какого-то человека, которому он когда-то был гарантом за квартиру. То есть здесь не запрещено быть гарантом, но надо думать, что ты входишь в опасную зону. Я, например, когда у меня хотят занять деньги или просят быть гарантом, гарантом я отказываюсь быть. Деньги я занимаю ту сумму, которую я готов человеку подарить, ну с ней попрощаться. То есть я не хочу попадать в ситуацию, когда ему и мне будет плохо от того, что он не сможет отдать. А жизнь она непредсказуемая. Мы видим сейчас, что... Я лично верю так, что когда человек хочет зарабатывать деньги, он должен больше рассчитывать на свои навыки, на свои умения и на реальную ситуацию. То есть он не должен думать, что если я сейчас займу, не надо жить в долг. Вот это мое жизненное убеждение. И даже для бизнеса занимать суды, занимать какие-то... брать кредиты и так далее. Я лично по моей картине мира, я это сам не делаю, никому не советую. И когда кто-то приходит ко мне для того, чтобы занимать на какие-то прожекты, я говорю, лучше работай. И если Бог захочет тебе дать деньги, то Он тебе даст деньги. Если Он не захочет, не даст. Но если ты рассчитываешь на какие-то виртуальные проекты, связанные с инвестициями и так далее, то я не поддерживаю. Да. Теперь дальше. То есть с деньгами мы чуть-чуть разобрались. То есть плохо тому, кто становится гарантом за другого, за чужого человека. И тот, кто ненавидит быть гарантом, тот более чувствует себя уверенно в этом мире. Это вот был у нас одиннадцатая глава, пятнадцатый отрывок. Значит, шестнадцатый отрывок. Эшет хэн титмох кавот вэритсим итмеху ошер. Значит, здесь мы тоже продолжаем финансовую тему. Значит, говорится так. Женщина приятная, она поддерживает почет. Женщина приятная, с хорошими качествами. Она поддерживает почет. Вэритсим. Аритсим это такие грубые, энергичные люди. Они называются аритсим, такие тираны. Они поддерживают богатство. Значит, без комментариев непонятно. Какая женщина, какие грубые тираны. Откуда это вообще? Как здесь это можно понять? Ну, непонятно. Это не эти код. Это именно метафора и пример. Теперь, но. Объясняет нам Малдин, такой великий комментатор, мудрец. Что речь здесь идет о двух вещах, которым стремится большинство людей. Значит, первая вещь, мы уже сказали, это деньги. Людям нужны деньги. Деньги это некая энергия, которая позволяет тебе в этом мире получать, что-то давать, что-то влиять. То есть, энергия обмена такая. Да, это деньги. И все стремятся получать деньги больше, больше, больше. Есть единицы там людей, которые живут по принципу ненавидящие подарки, заработки, будет жить. То есть, они полностью уходят как бы из этой концепции жить ради денег. И они об этом не думают. Но таких людей единицы. Большинство людей зарабатывают, стремятся зарабатывать, думают про деньги. Вторая вещь, к которой стремятся все люди, это инстинкт, это прошивка, это почет. Это почет, это уважение, это стремление, чтобы тебя уважали в этом мире, признавали и так далее. И это второе качество, к которому стремятся большинство людей. Значит, эти два качества, как деньги, можно зарабатывать честным путем, когда ты даешь людям пользу, берешь у них деньги. Также почет можно получить через уважение людей, когда ты делаешь им добро. И можно получить какую-то мимолетную славу. Злодеи тоже, они получают славу, они получают страх, но ценят их только, если они делают добро и помогают другим людям. Понятно, да? То есть, этот почет, он больше связан с хорошими качествами. Поэтому написано здесь так, женщина приятная, с хорошими качествами, она поддерживает почет. То есть, это не женщина, это подход, назовем это так, подход к жизни. То есть, как это работает эта штука? Вот, например, человек получил какие-то деньги, да? Если он эти деньги получил, из этих денег он помог каким-то людям, в этот момент люди начинают его уважать. Они начинают его признавать, и он получает признание. То есть, почет, почет и признание можно получить или заставить, или силой, но в этот момент люди тебя не уважают, они тебя боятся. Или можно получить, делая добро для людей через хорошие качества. Теперь деньги можно получить или честным путем, или нечестным путем. Теперь, если ты получаешь деньги честным путем, и делаешь добро с этими деньгами, как математика такая, у тебя есть и богатство, и почет. Если ты получаешь деньги нечестным путем, и не делаешь хорошие дела, тогда ты и деньги потеряешь, и почета у тебя не будет. Если ты получаешь деньги честным путем, но не помогаешь никому, то у тебя нет просто почета. Если ты просто помогаешь, ты праведник, но у тебя нет денег, то у тебя есть только почет, но нет денег. То есть, такая математика. Эта математика, я вот думал на эту тему, она очень нарушается, когда человек получает деньги нечестным путем, и делает добро другим людям. Например, был такой Пабло Эскобар, он был торговец с наркотиками, он на миллиарды долларов убивал людей через наркотики в Америке по всему миру, он торговал кокаином. Он убил тысячи людей, но он построил город для бедных, и полностью там жили люди, как в коммунистическом раю, они ничего не платили. То есть, самые бедные люди, он им построил эти дома, и целый город он построил для бедных, и эти все люди его благословляли каждый день. То есть, для них он был праведником, он им дал жизнь, он им дал, там до этого они жили в жуткой нищете. Но они за него голосовали, он был в парламенте, но при этом он был убийца-преступник. То есть, вот это вот такая смешанная, мы живем в мире полутонов. Есть тираны, которые, как Сталин, например, которые одних убивают, но другим сам Сталин по себе, он был астет, которые для него деньги были не важны, и он все эти деньги, которые он забирал у других, он отдавал другим бедным, и одним он помогал, других он убивал, и так далее. То есть, очень в этом мире много таких полутонов, которые мы не можем понять, что у человека в сердце, мы не можем понять, с какими намерениями он помогает, или ему нужна слава, или ему он реально хочет помогать, потому что есть очень много людей, которые помогают шумно и ярко, и они своей помощи делают огромное шоу, и непонятно, где там помощь, где именно стремление к почету. С деньгами тоже, ну с деньгами более-менее понятно, потому что где честно, где не честно, тут понятно. То есть, здесь или человек дал людям больше пользы и взял за это деньги, или же он просто забрал деньги, украл деньги и так далее. То есть, что мы отсюда видим? Давайте подведем итог. Что человек, который хочет жить правильно, он первое, он зарабатывает деньги честным путем, давая больше пользы, чем получая денег. И получается, что это очень интересно, когда ты таким способом смотришь на мир, то даже занимаясь бизнесом, если твоя цель давать больше пользы, то ты тоже делаешь добрые дела, одновременно получаешь и деньги, потому что люди к тебе идут, и почет, а если ты это делаешь, потому что Бог сказал так делать, то ты еще и духовно развиваешься. То есть, это вообще идеальная схема, когда ты работаешь честно, даешь людям больше пользы, чем они ожидают, и делаешь это не потому, что ты хочешь заработать, а потому, что ты хочешь выполнить волю Бога. То есть, у тебя вообще идеальное такое три в одном, три в одном у тебя. Дальше можно убирать Если ты это делаешь не потому что Бог сказал это делать А просто потому что это приносит богатство и почет То ты убираешь у себя духовный рост Ты живешь на более низком уровне То есть ты зарабатываешь честно деньги Получаешь за это почет Но у тебя нет духовного роста Если ты не веришь в Бога Не делаешь это с намерением Выполнить повеление Бога, заповедь Бога Если ты зарабатываешь нечестно Но отдаешь деньги бедным Как Робин Гуд То тогда у тебя есть почет Но ты преступник и тебя поймают и посадят в тюрьму Если ты зарабатываешь честно Но никому не помогаешь Люди не будут тебя любить И люди будут тебя считать негодяем И в итоге В итоге тоже это не очень хорошая жизнь Все, поэтому мы стремимся к трем Три в одном Это делать, быть честным и помогать людям Потому что Бог сказал это делать Давать людям пользу И получать за это деньги Потому что Бог сказал это делать И помогать людям Потому что Бог сказал это делать А не для почета Все, вот такие мои выводы Всем желаю сегодня прекрасного дня Наполненного желанием Выполнять заповеди Бога Желанием приносить пользу людям И получать за это адекватное вознаграждение И желанием Желанием помогать людям Делать хорошие вещи Просто так То есть улыбаться Благодарить Говорить добрые вещи Ну и так далее Все, вот пожалуйста То, что сегодня нам царь Соломон посоветовал А мы с Божьей помощью будем выполнять Все, всем хорошего и прекрасного дня А я пошел к Фейсбуку Подтверждать Свою личность Что я в Иерусалиме И ничего против Фейсбука Плохого не замышляю Все, всем удачи Пока